Участниками рабочей поездки стали представители службы линий и безопасности южных электрических сетей, прокуратуры Ленинского района, Госадмотехнадзора и отдела по охране окружающей среды муниципалитета. Нарушения видны невооруженным глазом. Здесь происходит нарушение охранных зон, воздушных линий электропередач, видны Расторгуева, Расторгуева по охрану. Данные линии класс напряжением 110 кВ, которые питают тяговую подстанцию Расторгуева, которая в свою очередь обеспечивает энергетикой Павелецкое направление РЖД. Чтобы вести подобные работы необходимо получить разрешение Московской объединенной электросетевой компании, но специалисты никаких документов не получали. Судя по тому, как раскатана в этом месте грунтовая дорога, грузовики здесь курсируют постоянно. Правда, поймать их удается не всегда. Например, за все время, пока мы здесь находились, мимо не проехал ни один автомобиль. Помимо того, что в этом месте идут работы по возведению неизвестного объекта, здесь нарушаются все возможные санитарные нормы. Сюда сваливается строительный мусор. При помощи местных жителей обнаружить нарушителей все же удалось. Пойманы буквально за руку водители автотранспортных средств, пойманы номера машин, зафиксированы, вызывались на место наряды полиции, то есть составлены протоколы, написаны заявления, которые находятся в правоохранительных органах. Данные информации, все материалы передаются в полномоченные надзорные органы, это Министерство экологии Московской области, которое в дальнейшем ведет расследование и должно привлечь нарушителей к ответственности. Работа вблизи линий электропередачи регламентируется специальным постановлением правительства, но достаточно руководствоваться обыкновенным здравым смыслом, чтобы понимать всю опасность такой самодеятельности. Как минимум они нарушают габарит. Габарит – это расстояние от нижнего провода до поверхности земли. То есть при нормативе габарита 6 метров до провода, они нарушают данный габарит, отсыпая и поднимая грунт. При этом подвергаются опасности сами рабочие. Линии находятся под большим напряжением. Получить электрический удар можно не касаясь ее, а просто находясь поблизости. Есть еще одна весьма серьезная проблема. Мы видим, что грунт вываливается прямо на берегу реки Купеленьки. Там, немного подальше, она впадает в Бицу. Из-за этих завалов Купеленька растеклась в нескольких местах и основания ЛЭП оказались в воде. Это грозит настоящей катастрофой. В случае обрушения опоры без электричества останется не только несколько населенных пунктов, но и Повелецкое направление железной дороги. Мы, конечно, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы прекратить это безобразие. И ущерб, который нанесен водному объекту, водоохранной зоне, естественно, полномочные органы сейчас этим занимаются, рассчитывают этот ущерб и будут выставлять, я думаю, его именно нарушителю. В ближайшее время состоится рабочая комиссия, в которую войдут энергетики, представители прокуратуры и руководство муниципалитета для координации действий по выявлению и наказанию нарушителей. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.